Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно ускорить свой телефон, чтобы он работал намного лучше, намного эффективнее и ваши все приложения запускались очень быстро. И если вы столкнулись с тем, что очень плохо работает интерфейс, то есть притормаживает, и когда вы, допустим, ищете какую-то информацию в вашем браузере, то встречается очень частое подвисание. А также, если вы играете в игры, и если даже у вас очень хороший графический процессор, либо просто у вас вполне достаточно оперативной памяти для запуска игры, но вы заходите играть, и вы не получаете нужную FPS, нужную скорость, и игра сильно лагает. Скорее всего, у вас по умолчанию просто работают сейчас те приложения, которые, скажем так, вредные, и сильно забивают вашу оперативную память и нагружают ваш процессор. Из-за этого также садится сильно батарейка. Смотрите, если я сейчас зайду в нашу безопасность, это приложение, если у вас какой-то другой телефон, допустим, я показываю на телефоне Xiaomi, то у вас может быть просто интерфейс немножко быть другим. Вот смотрите, по-любому у вас есть антивирусник, который работает и проверяет все ваши приложения перед установкой. Если вы нажмете здесь шестеренку, то здесь по умолчанию стоит галочка, которая дает проверять приложение на вирусы перед самой установкой. Это все отлично, и это все в принципе нужно, ничего отключать этого не нужно. Но сами себе задайте вопрос, как вы часто проверяете ваш телефон на вирусы. Конечно же, скорее всего, не часто. Но разговор сейчас не об этом. Смотрите, мы берем, выходим. Полностью давайте выйду, чтобы было понятно, куда нам заходить. И нам нужно воспользоваться нашим Google Play Market. Я думаю, что практически каждый из нас пользуется, потому что скачивает бесплатные приложения. Заходим. Здесь нажимаете справа на свою аватарку. И здесь есть такой пункт управления приложениями и устройством. Заходим. И вверху есть вредоносные приложения, не найденные. Проверка выполнялась 14 минут назад. Нажимаем. И смотрите, недавно проверенные приложения. Вот эти 5 приложений и еще 337 приложений. Вот эта проверка может выполняться реально по несколько раз в день абсолютно всех приложений, которые находятся на вашем телефоне. И проверка, конечно же, выполняется автоматически. Вы даже не знаете, когда она начинается. И может быть такое, что вы, допустим, играете в какую-то игру, либо пользуетесь каким-то приложением. И тут раз, началась проверка. Конечно же, телефон сильно нагружен, потому что работает антивирусник. Но работает и вот этот антивирусник, и тот, что я показывал на начале. То есть одновременно работают два антивирусника. Это, допустим, если вы пользуетесь персональным компьютером, то если вы устанавливаете на компьютер два антивирусника, то они между собой, конечно же, очень плохо работают и друг друга считают небезопасным. Этот антивирусник тоже неплохой, но из-за того, что работает их H2, то один, конечно же, нужно отключать. Заходим вот здесь на шестеренку и обязательно отключаем помочь улучшить защиту и отправлять неизвестные приложения в Google для анализа. Это вообще ненужная функция. И вот здесь вы можете отключить сканирование Play защиты. Вы ее можете в любой момент включить, если она вам понадобится. Но если вы скачиваете приложение из Google Play Маркета, то то, чтобы попасть приложению какому-то в этот Google Play Маркет, он проходит многочисленную проверку уже на вирусы. То есть вы в любом случае скачиваете из Play Маркета без вирусов. Просто спокойно отключаем, возвращаемся немножко назад. И вот здесь также есть такой пункт «Доступны обновления». Нажимаете. И если, допустим, вы каким-то приложением пользуетесь, и вы не знаете, пришла новая версия или нет, то здесь будет все показано. Вы сможете обновить либо поочередно, либо абсолютно все приложения, которые находятся на вашем смартфоне. И смотрите, что еще может быть такое, что может ваш телефон сильно нагружать. Вот бывает очень часто такое, что вы получаете различные уведомления, которые высвечиваются вот здесь в шторке. То есть их может быть реально очень много. Приходить от всех приложений, которые установлены. И вам, конечно же, приходится открывать шторку и это все вручную убирать. Либо там есть внизу крестик, вы нажимаете и они закрываются. В основном такие уведомления приходят из игр и они, конечно же, сильно мешают работе телефона и очень много поступает рекламы в ваш телефон. Сейчас я покажу, как очень просто от этого избавиться. Вам нужно просто зайти в ваши стандартные настройки. Заходим. Дальше ищите ваши приложения. Нажимаем все приложения. И вот здесь в поиске наберите Google. И вам нужно найти конкретно Google Play Market, которым вы пользуетесь. Вот он Google Play называется. Заходим. И здесь смотрите уведомление. У вас будет стоять «Да». Просто нажимаете и смотрите, сколько уведомлений разрешено, чтобы отправлялось вам. Просто навсего отключаете верхний флажок. Отключаем. И все. Теперь вы будете получать очень мало уведомлений. Либо вообще их не получать. Конкретно с Google Play. Так как ваш Play Market, он контролирует все приложения, которые вы накачали. То мы можем сделать еще одно полезное действие, которое очень важно для вашего телефона, чтобы он не разряжался. Заходим снова в Google Play Market. Нажимаем на свою аватарку. Нажимаем «Справка отзыв» в самом низу. Появилось вот такое меню. Здесь есть «Как удалять и отключать неиспользуемые приложения в Android», а также «Управлять ими». Заходим. И вот здесь ниже есть «Нажмите», чтобы перейти в «Настройки приложений». Если у вас стоит темная тема, вы сюда не зайдете. Переключитесь временно и сможете зайти. Заходим. И здесь сейчас подружаются абсолютно все приложения, которые вы установили на свой телефон. Здесь можете нажать кнопку «Еще» и показать системные процессы. И вам остается только полистать, найти ваш Google Play Market. Это тоже считается приложением. Google Play. Вот он. Нажимаем. И здесь, когда вы попали, есть питание и производительность. Не обращайте внимания, если у вас стоит ноль, как у меня сейчас. У вас может здесь быть и 10, и 15%. Это абсолютно не важно. Заходим. И смотрите, есть оптимизация и без ограничений. Просто ограничиваете работу, чтобы меньше разряжалась батарейка. Дальше полностью возвращаетесь. Снова заходите в ваши стандартные настройки. Ищите раздел, который называется «Google». Заходим. И здесь внизу есть реклама. Заходим на рекламу. И смотрите, я уже проделал это действие, чтобы было как можно меньше рекламы, которая приходит вообще ото всех приложений. Вам нужно будет проделать очень простые действия. То есть у вас будет первое – удалить рекламный идентификатор и сбросить рекламный идентификатор. Первое – сбрасываете. Нажимаете «Подтвердить». И дальше удаляете. Удалить. И все. У вас вот таким образом заместь двух-трех строчек окажется только вот одна – получить новый рекламный идентификатор. Это абсолютно ни на что не повлияет. Только улучшит работу вашей системы, вы станете получать меньше рекламы, меньше всяких уведомлений. Немножко назад возвращаемся. И заходим в «Устройство и обмен данными». Здесь пройдитесь абсолютно по каждому пункту и подключайте абсолютно все. Эта функция мониторит вашим Bluetooth-соединением, вашим Wi-Fi. Когда вы ходите где-то по улице, допустим, идете и везде, у кого есть включенный какой-то Bluetooth или Wi-Fi, ваш телефон в скрытом режиме это ищет, находит. Вы проходите немножко дальше, он отключается и ищет дальше. То есть таким образом просто бесполезно расходуется ваш заряд батареи. У меня это уже все отключено, просто пройдите, повыключайте вот эти все галочки, чтобы они не были включены. Видите, вот здесь «Искать устройство рядом». То есть у вас 100% будет это все активировано. Просто зайдите в каждый пункт и отключите вот это. А если вам самостоятельно нужно найти какой-то Bluetooth, чтобы, допустим, подключиться, либо передать какие-то данные, то вы самостоятельно можете шторку опустить, нажать Bluetooth вот так вот и поиском просто навсего все это сделать. Это все по стандарту. А так, если даже у вас Bluetooth, допустим, выключен вот таким образом, то поиск все равно будет идти. Вы будете идти просто по вашей улице и абсолютно все рядом мобильные устройства, все устройства, которые имеют Bluetooth, они будут искаться и отображаться вот там вот в списке, которые предоставляют телефон, когда вы включаете Bluetooth, либо ваш Wi-Fi. Конечно, есть еще много других нюансов по настройке. Вы можете перепроверить, посмотреть другие мои ролики. Там более подробно указано еще много вариантов, как можно улучшить ваш смартфон с помощью стандартных настроек.